Арабские полицейские будут летать на российских дронах. Обзор новинок на выставке JITX Technology Week. Чистая зона для младенца. Создано устройство для защиты детей от вредных выбросов в воздух. Полицейские, летающие на дронах, винтокрылые такси и комната с компьютерной моделью города. И уже совсем не удивительно, что все это можно увидеть в Дубае. Эмир Мухаммед бин Рашид Аль Мактум последовательно воплощает свою давнюю идею сделать Дубай самым счастливым и современным городом мира. На днях в Эмирате открылась выставка JITX Technology Week. Сейчас мы расскажем о некоторых самых интересных экспонатах. FutureLeave – это Дубай, который раньше никто не видел. Цифровая модель города в виде интерактивной комнаты. Эта комната может быть полезна для жителей мегаполиса на берегу Персидского залива. С помощью FutureLeave удастся найти жилье или помещение для бизнеса. Функционал умной комнаты довольно широк. Медиа-офис – часть программы по внедрению концепции Smart Dubai. Российская компания HoverServe будет поставлять летательные аппараты для дубайской полиции. Стражи порядка решили, что так они смогут более оперативно реагировать на вызовы в условиях многочисленных заторов на дорогах. HoverBike – легкий пассажирский дрон с четырьмя винтами. Устройство с пассажиром на борту поднимается на высоту около пяти метров, а при удаленном пилотировании до шести километров. При полном заряде электробатареи аэромотоцикл может лететь на протяжении 25 минут. Если заправить дрон бензином, время в воздухе можно увеличить до часа. Максимальная скорость мотоцикла в воздухе – 70 км в час. Другая новинка для правоохранителей – шикарный мотоцикл. Обшивка сделана из углеволокна, а транспорт оснащен восемью камерами, которые дают обзор в 360 градусов. Это позволит фиксировать нарушения, тут же на месте будут полицейские выписывать штрафы. HoverBike и новый мотоцикл станут частью оснащения дубайской полиции в 2020 году. Еще в начале года был представлен робот-полицейский, который будет трудиться на благо жителей Дубая. Теперь же правительство Эмирата заявляет, что собирается закупить еще несколько сотен таких робо-офицеров. С их помощью можно подать заявление в полицию или оплатить штраф. Не менее полезен будет и вот этот летательный аппарат. Противопожарный беспилотник может подниматься на высоту до тысячи метров с грузом из 700 килограммов реагента для тушения огня. А многие посетители G-TEX Technology Week с удовольствием представили себя пассажирами вот этого воздушного такси на базе дрона от немецкой компании Volocopter. У нас есть очень вдохновляющие лидеры здесь, в Дубае. Шейх Мухаммед бин Рашид и Шейх Хамдан. Они очень прогрессивные и хотят, чтобы будущее наступило в нашем городе уже сегодня. При этом они хотят отвлечь выгоду из всех этих технологий. Если разные новые идеи будут воплощены уже сейчас, в Дубае, почему бы и нет? Дети должны дышать чистым воздухом. Это утверждение даже оспаривать не стоит. Давно установлено, если ребенок постоянно находится в зоне загрязненной атмосферы, то в будущем у него обязательно возникнут серьезные проблемы с органами дыхания. Проблему выбросов, которые могут навредить малышам, попыталась решить британская компания Бризи. Когда родилась Алма, моя дочь, я взял и прошелся с ней по Финшли Роуд, это одна из самых загрязненных улиц Лондона, и понял, что ее коляска стоит на одной высоте с выхлопными трубами автобусов. Этим просто нельзя дышать. Изобретатель Йоси Романо решил сделать так, чтобы младенцы не рисковали своим здоровьем в условиях мегаполиса. Устройство, которое он создал, называется Бризи Бэйби. Это вкладыш для детской коляски. С двух сторон находятся модули фильтрации. Они очищают воздух от вредных выбросов и выпускают его в зону дыхания ребенка. Каждые 10 секунд полтора литра. Разработку протестировали ученые из университета Суре. Выяснилось, что Бризи Бэйби снижает количество опасных для здоровья соединений во вдыхаемом малышом воздухе на 80%. Мы хотели сделать устройство, которым легко будет пользоваться, и чтобы продукт делал то, что так необходимо для ребенка. Поток создает как бы капсулу из чистого воздуха. Недавно стартап запустил компанию по краудфандингу. Планируется вместе с фильтрующим вкладышем для колясок выпускать также приложение для смартфонов и датчик, который сможет автоматически определять уровень загрязненности вокруг коляски и включать устройство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова